Сегодня пятница, 18 сентября, конец рабочей недели. И вы смотрите программу Курзумского телевидения «Взгляд из Венспилса. События. Люди. Мнение» в студии Олеся Пшененко. Здравствуйте! Сегодня из нашей программы вы узнаете о том, как в нашем городе прошел Олимпийский день. Вы побываете в дошкольном образовательном учреждении «Радуга» на открытии спортивного зала. Встретитесь с актерами театра русской драмы имени Чехова в театральном доме Юра Сварты. А также побываете в музее Герберта Дорбе. Сегодня Олимпийский день проходил не только в школах. Отмечали его и в дошкольных учреждениях «Венспилса». И начался он по традиции с общего утреннего танца. Съемочная группа Курзумского телевидения побывала в одном из детских садов города. И это было дошкольное учебное заведение «Радуга». Для маленьких винспилсчан комплекс упражнений, подготовленных к Олимпийскому дню 2020, был слишком сложным. И поэтому учитель спорта детского сада «Радуга» скорректировал его так, чтобы его могли выполнить даже самые маленькие. Поскольку в этом году все детские сады не танцуют вместе, мы могли это делать, как мы хотим. Им нравится спорт, очень нравится. Они ждут его с нетерпением, приходят и спрашивают, он будет сегодня, мы пойдем на улицу или мы будем в зале. Также сегодняшнее утро стало знаменательным для дошкольного образовательного учреждения «Радуга» и тем, что сегодня состоялось торжественное открытие отремонтированного спортивного зала. Сегодня не было традиционного разрезания ленточки. На этот раз его заменили броском в баскетбольное кольцо. Руководство детского сада нового современного спортзала ждало почти два года. Помещение зала не было предусмотрено в проекте дошкольного учреждения. И раньше в этих помещениях находились детские группы. Дети Айвара Леймбргса в свое время тоже посещали этот детский сад. Я был здесь где-то полтора года назад. И тогда руководитель детского сада, господи Абойдмана, попросил, что надо было сделать спортзал. Потому что те помещения, которые были, они были два помещения, и там нельзя проводить было, чтобы вся группа занималась. Сегодня мы видели 18 детей, и всем хватило места, и было удобно. Представители Венспилской городской думы и сотрудники учебных заведений и заведений самоуправления вместе с маленькими воспитанниками «Радуги» в новом спортивном зале исполнили утренний танец, открыв здесь Олимпийский день. Присутствующие могли увидеть и познакомиться с тем, как организованы занятия спортом в детском саду «Радуга». Сначала им была показана спокойная игра, после чего шестилеток разделили на команды по 4-5 человек, где каждая группа должна была выполнить свое упражнение. Учитель спорта подчеркивает, что спортивный зал – это отличное вложение в будущее. Ведь дети теперь любят проводить в нем много времени, но им также нравится и выходить на улицу, и заниматься там спортом. Здесь очень хорошо, потому что, видите, мы можем здесь заниматься босиком. Раньше у нас был такой пол, что мы не могли себе этого позволить, а сейчас мы наслаждаемся этим. Они прекрасно поднимаются, спускаются, передвигаются по разным поверхностям, которые мы здесь положили. В спортивном зале детского сада «Радуга» полностью сделан косметический ремонт. Закуплено новое спортивное оборудование для более увлекательных и более активных занятий. Еще одним большим преимуществом является и то, что рядом со спортивным залом есть еще одна комната, в которой находится душевая и в которой удобно ухаживать за спортивным инвентарем. Как и каждый год, в сентябре по всей Латвии отмечается Олимпийский день. Венспилсе этот спортивный праздник раньше проводили в Олимпийском центре, где все школы города собирались ежегодно для совместных утренних танцев и на другие спортивные мероприятия. Но в этом году празднование Олимпийского дня было изменено. В этом году, к сожалению, в связи с ковидом-19, мы не смогли собраться все вместе в Олимпийском центре. Но школы активно и энергично подготовили интересные программы. Кто-то на своей территории, кто-то на стадионе, кто-то воспользовался услугами Олимпийского центра. Так что, хоть мы в этом году и разделены, но все равно душой и сердцем мы все вместе в этот Олимпийский день. В этом году официальный слоган Олимпийского дня – «Мэс эсэм спортыня» – «Мы в спорте». В этот день чувствовался спортивный дух и энергия. Школьники рассказали, что этот Олимпийский день был интересным и захватывающим, потому что мероприятий и соревнований было много. «Мне больше нравится здесь, потому что на свежем воздухе. У класса проходят игры на воздухе. Видишь, как все играют. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже». В Олимпийский день в школы были приглашены известные и успешные спортсмены – выпускники этих школ. Например, в Венсполскую вторую основную школу посетил легкоатлет Марекс Аренс, а спортсменка Лау Магриева посетила первую Венсполскую государственную гимназию. Этот день дал старт Олимпийской спортивной недели, которая продлится до 30 сентября. На этой неделе театральный дом Юра Сварты спектаклем театра русской драмы имени Чехова «Морской ветер» открыл свой театральный сезон. После длительного перерыва фойе, сцену и зал театрального дома заполнили актеры и зрители. Но не только сцена пустовала долгое время. По признанию Даны Бьорк – актрисы и директора Рижского русского театра, актеры тяжело переносили искусственный вакуум, созданный пандемией COVID-19. Они соскучились по сцене и по этому интересному материалу. И им в этот вечер было, что сказать зрителю. Появился новый взгляд на взаимоотношения героев и новые ощущения и чувства. Этот спектакль мы не играли уже семь месяцев. Для актера это практически как сыграть премьеру заново. Мы сегодня пытались вспоминать все, что нужно вспомнить. И для нас сегодня здесь в Энспилсе состоится настоящая премьера «Морского ветра». И что внес в нее COVID-19, мы сможем ощутить и понять сегодня вместе со зрителями. Что интересно, спектакль «Морской ветер» – это адаптация пьес латышского драматурга Инги Аболы. А предложила ее поставить на сцене русского театра режиссер Мара Кимеле. Эта история простая и понятная. Она о людях, о нас с вами. В героях пьесы легко узнать и себя, и своих друзей, и знакомых, и своих соседей. И как в жизни здесь переплетаются судьбы людей, их чувства и поступки. На сцене вместе работают и латышские, и русские актеры. Говорят, что язык театра понятен всем. Неважно, в какой стране ты живешь, какой ты национальности и на каком языке говоришь. Легко ли работалось актером вместе, мы решили узнать у известного латышского актера Андриса Буллеса. У меня опыт был выступать не только в русской драме, но и как-то за границей, в Европе, даже в России, в Питере. И самое интересное, самое приятное то, что как раз зритель, который сидит в зале, у него нет границ в тот момент, когда актер играет. С акцентом, без акцента, неважно какая кожа у него. Зритель пришел смотреть спектакль. У кого-то нравится, а у кого-то нет. Спектакль, но так сказать, что границ, кто-то там латыш, русский, нет. Для меня очень большая не только честь и радость, что есть возможность играть опять на сцене и в Энспилсе, и в Риге, русской драме, что могу играть на русском с акцентом, тем более у нас же пьеса латышкая. И иногда здесь мы можем, даже Тимила спросила режиссера, давайте каких-то латышских слов. Но так уже хочется играть на русском, что иногда забываем. Даже Дана сегодня сказала, что здесь, наверное, будет много латышей, но можно больше на латышском сегодня? Я говорю, нет, я хочу на русском играть. По словам Даны, им было очень важно, чтобы эта так называемая премьера удалась. Ведь пьеса написана о Энспилсе и о его жителях. И для актеров это была особенная встреча в театральном доме Юросварты. Даже мы репетировали, когда слово «Энспилс», мы так громче. Ты же из «Энспилс», да? Кто здесь еще из «Энспилса»? По словам Даны Бьерк, актеры русского театра имени Чехова любят приезжать в наш город, потому что у нас особенная, очень отзывчивая публика, которая любит театр и ждет с нетерпением каждую новую встречу. И как только появится возможность, мы вновь увидим любимых актеров на сцене театрального дома Юросварты. Что это? У меня это? На этой неделе в саду музея Герберта Дорбе в рамках цикла «Ости. Музея» состоялась поэтическая встреча венспилских школьников с поэтом и литературным критиком Карлисом Вердиншем, который является одним из самых ярких и известных поэтов своего поколения. В гости к поэту пришли ученики 12-го класса Венспилской государственной гимназии. Карлис Вердинш рассказал нам о том, как будет проходить встреча с молодой аудиторией, и что он ждет от встречи с молодежью. Ведь найти общий язык бывает довольно сложно, и современное молодое поколение отличается от тех, чья юность пришлась на 90-е годы. Я просто буду читать свои стихи, расскажу все о том, что я делаю, и посмотрим, к чему мы придем. Мне, конечно, хотелось бы говорить с ними на одном языке. Я пишу и для взрослых, и для детей, и я надеюсь, что в моих стихах каждый найдет что-то свое, что мы говорим на одном языке. Следующая встреча состоится в рамках цикла «Венспилские авторы. Крупным планом» в четверг 23 сентября. И к себе в гости и школьников, и педагогов, и всех, кто хочет узнать что-то новое о поэзии и литературе, пригласит поэт и писатель Андрис Акментинж. На эти мероприятия вход бесплатный. Вообще все мероприятия в музее Дорбес бесплатные. Так что всех приглашаем. Всегда можно прийти в музей, осмотреть все и принять участие в мероприятиях. На октябрь также запланированы не менее интересные встречи. Например, с писательницей из Лейпа и Сандрой Венско и с писательницей из Венсполского края Лаурой Виноградовой. Это были все новости на сегодня. Вновь мы с вами встретимся на следующей неделе в понедельник, 21 сентября. В среду, 23 сентября, в 7 часов вечера, концертный зал «Латвия» приглашает всех любителей музыки на концерт «Латвийские композиторы сквозь века». В концерте прозвучат произведения, созданные ярчайшими представителями академической музыки своего времени. Эмилса Дарзинша, Маргериса Заринша, Иманса Калнынша и многих других композиторов. В концертной программе «Латвийские композиторы сквозь века» примут участие. Смешанный хор «Венспилс», смешанный хор «Соло», праздничный симфонический оркестр солисты латвийской национальной оперы. Художественный руководитель и дирижер концерта Каспарс Эдамсонс. Как мы уже рассказывали, в эту субботу, 19 сентября, «Венспилский рынок» в сотрудничестве с Венспилской винодельней «Виндау Вайнс» и Латвийской ассоциацией производителей товаров для дома приглашают венспилчан и гостей города посетить фестиваль «Вина и рынок товаров» на рыночной площади города. «Поскольку в Венспилсе мы пока единственные, кто производит вино, мы решили организовать такое мероприятие, на котором могли бы познакомить венспилчан и гостей города с вином и с винными традициями и провести его весело с дегустацией наших вин и других произведенных вин и других более крепких напитков. И мы организовали это мероприятие в сотрудничестве с венспилским рынком, с производителями домашней продукции». Всех винспилсчан и гостей города ждут в эту субботу на городском рынке на большой гастрономический праздник.